Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где вы можете найти ответы на любые ваши вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и конечно практики настроя, ритуалы, медитации, саблиминалы для достижения целей в помощь, достижения целей и исполнения желаний. Все сделано для вас и по большому счету все и зависит от вас, ведь каждая практика требует повторения, если вы ее сделали один раз, это не значит, что она не рабочая, если она не сработала. Очень редко, особенно для людей, которые не занимаются саморазвитием, практики срабатывают с первого раза. Ну и конечно, ваше желание, стремление и принятие тоже влияет. Ну и конечно, чтобы вы знали, что вот все, что происходит с вами, включая события, людей, вы притянули сами, вашими мыслями, вашими эмоциями, вашими действиями. И только вы можете это изменить. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, сейчас стихия огонь, знаки зодиака, овны, львы и стрельцы, искорки мои, я всегда говорю. Ну и как всегда, не забывайте про акцентент, он действительно влияет на ваше внутреннее состояние, и, соответственно, он и влияет на ваши мысли и на то, что может произойти. Для самых терпеливых в конце видео, три карты на исполнение желаний. Ну и, собственно говоря, буду выкладывать карты, а вы, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Вот так оно вышло у меня. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, чем чаще вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дают вам ваша жизнь, Вселенная, Высшие Силы, Господь, Космос, то, во что вы верите, кто, в кого вы верите. Ну что, надеюсь, вы улыбаетесь, вы готовы. Начинаем с овнов и смотрим, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Обратите внимание на родных, близких, друзей, семью. В эту ближайшую неделю будут задачи, которые будут связаны именно с вашими родными и близкими. Может быть, кому-то из них нужна будет помощь, и они будут просить вас о помощи. А может быть, вам нужна будет помощь, и вы также попросите помощи у своих родных и близких, у друзей. И что эта карта говорит, что принимайте, и особенно, особенно своих родных и близких принимайте такими, как они есть. И старайтесь любить такими, как они есть, по той простой причине, что от вашего отношения к ним зависит их отношение к вам. Но тут, могу сказать, ожидаются какие-то встречи именно с родными и близкими для решения каких-то задач. А также это могут быть встречи для празднования чего-то в кругу семьи. Эта вот неделя будет очень много пересечений и общения с родными, близкими и близкими друзьями. Тут я не вижу ни коллег, ни начальников. Вот именно семья. Львы, что же основное в ближайшую неделю. Знаете, будет неделя, в принципе, знаете, как на вашей скорости идёт, но будете чего-то бояться. Будете бояться какого-то продвижения, будете бояться каких-то действий. Это что-то вроде, если в прошлом обжёгся на молоке, сейчас дуешь на воду. Единственное, что можно посоветовать в любых ситуациях, которые будут происходить, постараться отбросить все прошлые негативные опыты и понять, что если это произошло в прошлом, не значит, что это повторится. Мы имеем тенденцию, если что-то в прошлом уже было и начинает происходить что-то похожее, мы тут же сдаёмся и говорим, ну я же уже так и знала, или я так и знал. Это моя, ну люди очень часто говорят, это моя карма. Но вот карму можно изменить, изменив своё отношение, изменив свои мысли. И, соответственно, самое первое, когда начинается для того, чтобы изменить карму, надо простить прежде всего себя и полюбить себя, и, соответственно, простить и отпустить всё в прошлом, что было негативным. Людей, события, ситуации. Простить, поблагодарить и отпустить. И, соответственно, уйдут страхи, и вы можете поменять вот это движение по кругу и выйти из этого круга к улучшению. Подумайте, выбор-то всё равно ваш, действительно, это ваша жизнь, это ваш выбор. И тут я вижу, что будете бояться строить какие-то планы из-за каких-то прошлых неудач. Отпускание и прощение может помочь. И ещё, прежде всего, из того, что я вижу, полюбите себя. Полюбив себя, вы сможете по-другому любить других, любить свой мир. Если вы любите свой мир, мир отвечает вам тем же. И тогда нет страхов, нет неуверенности. И тогда приходят именно те изменения, которые выводят вас из этого круга, который вы называете кармой. Ну и стрельцы, основное на неделе. Первое, что хочу сказать, из-за каких-то прошлых удач, из-за каких-то прошлых правильно спланированных ситуаций, событий, у вас произойдёт прорыв. Эта карта говорит о том, что уйдут препятствия, и вы сможете беспрепятственно что-то сделать. Беспрепятственно сдать экзамены, например. Вот у меня пришло это. Беспрепятственно получить какие-то документы, которые вам нужны. Беспрепятственно что-то сделать. Вот эта карта и говорит о том, что именно ваши мысли, ваши действия, которые вы уже произвели в прошлом, сработают в ближайшую неделю. И хочу сказать, что то, что будет, да, повторяться в ближайшую неделю из прошлого, это будет именно ваш продукт. Из того, что я ощущаю сейчас, это будет что-то позитивное, это будет что-то положительное. Настройте себя так. Так, единственное, что придётся иногда больше анализировать, чем двигаться без анализа. Вот вы любите всё быстро, огонь, вы любите всё быстро. Могу сказать, мечи это интеллект, это анализ. Поэтому неделя у вас пройдёт именно вот в таком направлении, в таком ключе. Да, есть прорыв, но этот прорыв будет ещё за собой нести анализ и включение ваших мыслей, включение вашего интеллекта. Вот как я это вижу. Смотрите, вот огонь и всегда всё, что вижу, рассказывается намного быстрее, чем другие стихии. И самая, кстати, медленная стихия, когда я рассказываю, это такие стихии Земли. Там всегда, когда Пентакли, всегда идёт медленнее. Огонь самая быстрая. И я вот смотрю, что я вроде рассказала всё самое важное, а это всё быстро. Ну и давайте посмотрим совет, общий совет для стихии. Общий совет для стихии. Будьте уверены в себе, предпринимайте уверенные шаги для движения и старайтесь быть не так резки, как вы привыкли, по той простой причине, что можете кого-то своей резкостью обидеть. Вот такой совет для стихии огонь. Ну и теперь загадывайте ваше желание. Сейчас мы посмотрим, это может быть как именно ответ да-нет, а также это может быть и дополнительный совет для вас. Не забывайте формулировать ваше желание. Правильно, формулировка очень важна. В основном вы получаете то, что вы формулируете, то, на чём вы концентрируетесь. Ну что, смотрим? Овны. Вас ждёт счастливое будущее. И, кстати, это счастливое будущее ещё связано с отношениями в вашей семье. Идёт улучшение. Идёт улучшение каких-то отношений. Это может быть как с родителями, с детьми, с родными, близкими, с вашими вторыми половинками. И, соответственно, это принесёт улучшение. Оно потянет за собой улучшение во всех других сферах жизни. Ну а так как это счастливое будущее, значит, ваше желание исполняется. Львы. Вас ждёт процветание. Поэтому отбрасывайте ваши страхи, отбрасывайте вашу неуверенность и вперёд к процветанию. Ваше желание тоже исполняется. Так же, как у овна. Ну и стрельцы. Новые направления. Вы знаете, вот эта карта говорит о том, что всё, что вы будете делать, и мы же сейчас рассматриваем её в пределах ближайшей недели, будет немножко не то, что вы делали до этого. И вот это и принесёт вам прорыв. Это и принесёт вам все те перемены, которых вы хотите, и, соответственно, действуя не по старинке, вы исполните своё желание. На сегодня всё. Очень интересная неделя ждёт стихию огонь. Даже ни одной, вот, ну нет плохих карт. Есть карты, которые, под которыми я вижу, что может произойти что-то не совсем приглядное. Тут нет таких карт. Всё, что пытается войти в вашу жизнь, это прорыв, это позитив и это улучшение. Принимайте. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира. Всего самого-самого лучшего. Увидимся очень скоро. С вами была Женя. Пока. Люблю вас, мои дорогие.